Здравствуйте! Четверга, порог редакции. Каким видел «Четверг» со стороны издалека и каким он видел прямо изнутри? Ну, газетчики, конечно, друг друга читают. Это нормальный профессиональный интерес. И, конечно, о «Четверге» я знал. Конечно, я представлял себе, как он работает. Мне кажется, «Четверг» из всех тех СМИ, которые зародились примерно в одно время с ним, отличался тем, что сумел соединить высочайшую школу журналистики, которая была на закате советского периода истории, с новыми подходами, которые дало перестроечное и постперестроечное время. То есть школа соединилась с таким умением говорить свободно, и получился «Четверг». Получилось издание, которое, наверное, благодаря этому качеству до сих пор вызывает интерес. И такой очень живой интерес со стороны читателей. Когда сюда пришел впервые, и уж, называется, в упор рассматривал редакцию? Ну, новый человек в коллективе – это всегда определенный стресс. И для него, да, и для коллектива. Но я когда приходил, и с Максимом Алексеевичем Астафьевым мы обсуждали наше сотрудничество, он сказал мне, коллектив газеты – это семья. Я в этом убеждался с тех пор, да, и вот по сих пор убеждаюсь каждый день. Такое вот органичное сочетание высочайшего профессионализма и таких хороших, добрых человеческих качеств, наверное, встречается нечасто. В четверге они как-то так органично слились, и, мне кажется, наша редакция доказывает то, что вот серьезные, амбициозные задачи можно решать без какого-то конфликта, стресса, а в такой нормальной рабочей человеческой обстановке. Я очень благодарен за это всему коллективу. Но ты сам все-таки человек опытный, поэтому, как мне кажется, акклиматизация должна была не очень долгой быть, не очень сложной. Да, я думаю, что мы достаточно быстро поняли друг друга, нашли общий язык. Это как бы нормально для людей, которые долго работают в этой сфере. Главное – уметь друг друга слышать, уважать и концептуально понимать, что ты делаешь. Когда приходишь в газету с традициями, в коллектив, долго складывавшийся и сложившийся, важно на первых порах не навредить, но потом, может быть, там вместе найти какие-то новые подходы, которые, опять же, в рамках имеющейся концепции нужно развивать и заинтересовывать читателя таким образом. Это не, что называется, со своим уставом в чужой монастырь, это, скорее, свежий взгляд со стороны. Ни в коем случае, да, ничего мы не ломали. Ну и как бы зачем ломать то, что работает? Мне кажется, формат четверга востребован, профессионализм коллектива высок, собственно, все складывается благополучно. Но, тем не менее, ты как редактор принес какие-то свои принципы, потому что воспитывался, может быть, на других изданиях, да, не на тех же, на которых сотрудники четверга, опять же, редакторский опыт свой. Вот сейчас чем руководствуешься? Мне кажется, идеология четверга, она сформировалась задолго до, и она, наверное, каким-то образом, моим представлением тоже, ну, совпали мы в этой связи. Четверг – это газета для людей и про людей. Да, вот как говорили древние, человек из меры всех вещей, вот это вот девиз четверга. И любое событие, любое явление мы стараемся рассматривать с точки зрения его воздействия на жизнь омичей. Мне кажется, люди, читатели это чувствуют, и это тоже один из факторов, делающих газету для них интересной до сих пор. Ну, 30 лет газете – это вообще много или мало? Если брать, может быть, не столько печатные знания, сколько вообще журналистику? Ну, конечно, это много, тем более, что мы прекрасно видим, как за эти 30 лет изменилась жизнь окружающая, какие даже в технологическом смысле, да, как изменился производственный процесс. Но мне кажется, что вот ценности четверга, да, и вот такая как бы социальная и гуманитарная ориентированность, она сохранилась, и это то, что люди хотят получать от этой газеты. Я просто к чему спрашиваю? Я еще будучи студентом слышал практически приговор печатной прессии, что вот она умирает, она сегодня умрет, она через год, через пять лет, через десять лет умрет. Она все существует и существует, все работает, работает, и читателя все находит и находит. Так понимаю, и дальше, скорее всего, будет сохраниться, на твой взгляд. Ну, я оптимист в этой связи, мне кажется, действительно, что печатные СМИ никуда не денутся, потому что, ну, во-первых, всякого рода технологические новинки, да, они предполагают какую-то моду. Сейчас мы можем вспомнить какие-то вещи, которые предлагали нам в качестве мобильных приложений, да, вот, как источник информации, на которые все бросались с удовольствием, объединялись там в комнаты, о чем-то разговаривали, да, сейчас кто об этом уже вспоминает, да. Что еще важно, на мой взгляд? Технологии оказались достаточно сильно зависимы от внешнего контекста, да. Два года назад предприниматели шли в социальные сети, в том числе там в социальные сети иностранного происхождения, им казалось, вот они имеют там аккаунт в такой-то соцсети, а если еще подкреплено вот аккаунтом в этой соцсети, ну, они просто короли, и они обо всем могут рассказать городу без всяких там больших затрат на традиционную рекламу. Сейчас мы видим, что, ну, многие вещи ушли, и многие вещи оказались, как бы, так же подвержены изменчивости моды, и уже сейчас не работают так, как работали на пике ажиотажа. И люди возвращаются, начинают думать о том, что традиционный рекламный формат – это необходимо, потому что иначе просто до аудитории не нанесешь то, что хочешь нанести. Ну, и последний момент, если говорить уже о печатных СМИ, собственно, мне кажется, что, наверное, какими-то жанровыми особенностями газеты это определено, да, люди не просто любят, хотя любят, да, вот кому-то надо пощупать, полистать. Тактические ощущения, да, пометочки какие-то сделать, да, это тоже приятно бывает. Но газета все-таки – это не лист бумаги, да, это не тетрадка из листов, на которой что-то напечатано. Да, еженедельная газета особенно, да, это определенный способ организации информационного потока, да. Это такая авторская картинка за неделю. И мне кажется, что вот такая попытка осмысления, да, не просто новости в каких-то бесконечных лентах, хотя я с большим уважением отношусь к людям, которые работают в информагентствах, да, и выдают на горах огромное количество информации, но вот такое осмысление, такая вот картинка, притом картинка определенного стиля, да, вот присущая вот именно вот этому набору авторов, этого коллектива, но собранная в какой-то единый блок, такой осмысленный, цельный, она будет людям нужна, и даже если когда-нибудь, думаю, что нескоро, человечество откажется от бумаги как от носителя, вот этот формат все равно будет востребован. Знаешь, я бы еще добавил такой, чисто по ощущениям, элемент элитарности, может быть, потому что разговаривал с людьми, которые читали газеты, и разного возраста, и они говорят, чувствуешь себя очень взрослым, состоятельным и таким зрелым человеком, когда утром сидишь с чаской кофе в одной руке, и, значит, газеты в другой. Ну, может быть, но мы понимаем в то же время, что вот и у многих омских изданий, у «Четверка», в частности, аудитория достаточно массовая, взрослая, массовая, которые хотят получать ту информацию, в той стилистике, к которой мы привыкли, с тем набором тематики, которая им интересна. Потому что тоже же очень важно уметь найти эту грань, не перейти в этот шок-контент, который на самом деле утомляет. Мы знаем несколько, по крайней мере, крупных федеральных печатных проектов, которые ушли с рынка очень быстро, они очень быстро набрали аудиторию, и также вот люди наелись этого. Людям все-таки хочется узнать о том, как они живут и о том, как они будут жить, и людям хочется решить какие-то проблемы, может быть, посредством газеты, потому что социально ориентированная газета, она помогает, она поднимает какие-то острые вопросы и помогает их каким-то образом снять. И, ну, может быть, какой-то лучик позитива тоже хочется увидеть. Это, опять же, лояльность у аудитории, и саму эту большую аудиторию еще надо как-то заслужить, добиться и сохранить при этом? Ну, есть традиции, которым четверг верен на протяжении многих своих лет. Есть аудитория, наверное, которая меняется, но передается с поколения в поколение, приверженность к какому-то там информационному носителю, в частности, к газете. Ну, и есть темы, которые острые, актуальные, которые интересны горожанам. Прежде всего, это тоже важно очень чувствовать, да, потому что таким прямолинейным и простым кликбейтом, да, как в интернете, здесь как бы не поиграешь, здесь другая аудитория, у нее другая цель. Она там хочет видеть анализ, да, какой-то вдумчивый анализ проблем, ситуаций, явлений. Ну, и в финале нашего интервью такой вопрос. Юбилей, обычно это время, как бы, вроде получать подарки, но при этом и принято, особенно как-то вот в таких крупных проектах, хороших, да, крепких, когда сам юбиляр чем-то вот балует других. Вот чем, например, юбилейный номер будет отличаться от остальных, и чем будете радовать читателей? Ну, мы, читатели, стараемся радовать в каждом номере. Коллектив серьезный, коллектив ответственный, и к каждому, к каждому номеру мы подходим так серьезно, основательно. Поэтому юбилейный номер, он немножечко необычен тем, что мы приоткрываем дверь в нашу кухню творческую, да, рассказываем о людях, которые делают эту газету и делали ее раньше, потому что традиции и преемственность очень важны для издания. И даем слово самим читателям, которые высказывают о газете свое мнение, делятся какими-то пожеланиями, темами. Мне кажется, номер в этой связи будет интересен, хотя он, наверное, такой немножечко необычный по сравнению с другими. Но Реноме, получается, одной из самых народных газет, он, наверное, подтверждает. Да, конечно же, конечно. Ну что ж, я еще раз поздравляю, с юбилеем, удачной работой, успехов. Спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо, всего доброго. Я напомню, это было интервью с главным редактором еженедельника «Четверг» Алексеем Никишиным. Следите за эфиром ОМСК-ТВ и оставайтесь в курсе главных событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»